МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Света, и я сегодня снова в компании Юли и Кости. Мы с ребятами находимся в удивительной стране, которая называется страна безопасности. Здесь мы учимся правилам поведения, безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. Наверняка уже многое вы слышали от родителей, учителей об этом. Но я думаю, что невредным будет и повторить, как говорят, повторение мать-учение. Согласны со мной, ребят? Да! А еще в стране безопасности мы с ребятами не только учимся, как правильно вести себя, но и соревнуемся. Сегодня третий соревновательный день, и я предлагаю посмотреть, чем закончилась упорная борьба вчера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борьба набирает обороты, и вчерашний день тому доказательство. Костя, который существенно отставал от Юли, практически преодолел разрыв. Ребята, вы выровнялись. Посмотрим, что нас ждет сегодня. Итак, ребят, по итогам двух соревновательных дней у нас лидирует Юля, у нее 21 фишка, и совсем чуть-чуть от Юли отстает Костя, у него 20 фишек. Но выводы делать пока рано, потому что у нас еще впереди целых два соревновательных дня. Ну и я предлагаю сегодня начать уже наше первое испытание. Вы уже знакомы с условием, вы должны будете в течение минуты быстренько справиться вот с каким заданием на доске картинки. Я вам загадываю загадку. В конце загадки не хватает одного слова. Вы должны на картинке найти изображение этого слова и быстренько доставить его мне. Ясно? Говорите загадку. Да, я говорю загадку, последнего слова нет, а вы это последнее слово. Мы не говорим. Да, вы приносите. Кто быстрее, тот говорит слово, вы даете фишки, мы уже туда и начинаем. Юля, молодец. Вот правило знаешь, да, по одной фишечке вы здесь имеете возможность заработать. Итак, первая загадка. То назад, то вперед, бродит-бродит пароход. Остановишь горе, продырявишь море. Вперед! Вперед, кто быстрее? Костенька! Ну чего ты расселялся? Утюг! Так, во, у нас даже разные варианты. Продырявишь море, это про что, Юль? Про утюг. Да, Костенька, это про утюг. То вперед, то назад. Юля, законная фишка твоя. Костенька, будь внимательнее. Итак, Юля, быстрее возвращайся. Вторая загадка. Слушаем. С огнем бороться мы должны. Мы смелые работники. С водой мы напарники. Мы очень людям всем нужны. Так кто же мы? Пожарники. Вперед, ребята, здесь нужно. Ну, Юля, ну, Юля, шустрое дело. Пожарные! Первый раз сказал неправильно, а сейчас поправилась. Молодец. Пожарные, правильные. Снова фишка. Костя, к сожалению, отправляются к Юле. Но ты поднажми, Константин. Третья загадка. Внимание. Помни, каждый гражданин, что их номер... Побежали. Что их номер? Костя, браво! Молодец. Молодец. Костя, что их номер? 101. Умничка. Видишь, как ты быстро здесь работал. Держи. Пополняй копилку своих фишек. Мой баш. Так. На единицу. Четвертая загадка. Слушаем. Шипит и злится. Воды боится. С языком они лают. Без зубов окусает. Вперед. Я просто уже... Здесь, да, Костенька, здесь в силу того, что ты первый раз немножко перепутал. Огонь. Огонь, да, Юле достается фишка. Но ничего, это всего лишь первое испытание. Костя, у тебя еще все впереди. Итак, три фишки у Юли, одна у Кости. Молодцы. Ребят, сейчас самое время. Мы уже с вами познакомились. Добрая наша приятельница. Кто? Мария Александровна, инспектор МЧС. Она сегодня готова вам снова что-то интересное рассказать. И готова выйти с вами на связь. Готовимся ко встрече. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Вокруг нас множество мест, где может случиться беда. И наш дом не исключение. Мы каждый день что-то готовим на кухне, используя при этом огонь или электричество. И случается, забываем об этом. А вы знаете, что спасатели каждый день выезжают на пожары, причиной которых становится забытая на включенной плите еда? Давайте сегодня представим именно такой случай. Вы приходите на кухню, а кастрюля в огне. Что вы будете делать? Будем отвечать по очереди. И за каждый правильный ответ вы сможете заработать две фишки. Судить вас будет тетя Света. Ну что? Ну что? Ну давай, Юль, ты вроде бы первая подняла руку. Так, кастрюля на плите в огне. Что делаем? То сразу отключаем газовую плиту. Конфорку, да? Да. Берем тряпочку, ну, окунаем в воду и накрываем саму кастрюлю. Так, твой вариант ответа я поняла. Костя, тебя слушаем. Как бы ты поступил в такой ситуации к кастрюле? Я бы поступил, если бы я остался один дома и не знал бы, как выключить газовую плиту. Я бы побежал на балкон. Если бы не было балкона, я побежал в дальнюю комнату и покричал пожар, пожар. Если и то, и то не получилось, я позвоню по номеру 101 или 112. Как вариант, да. Но знаешь, Костя, мне кажется, в этом случае более правильно у Юли. Потому что она вот непосредственно готова была сделать то, что нужно с этой кастрюлей. Это в первую очередь отключить конфорку и набросить мокрым. Поэтому две фишки вправляются к Юле. А ты, Юля, молодец. У тебя очень хорошее знание, умничка. Клади в свою коробочку и слушаем дальше. Марию Александровну. Костенька, разворачивайся. Ребята, запоминайте, что надо делать. Первое. Постарайтесь выключить конфорку и накрыть сковороду или кастрюлю крышкой. Немедленно сообщите о пожаре родителям. Если же их в этот момент дома не оказалось и огонь невелик, попробуйте справиться с ним сами, используя воду или мокрое полотенце. Если потушить пожар не получается, не теряйте времени и быстро на улицу, закрыв за собой дверь. Помните, спускаться вниз следует только по лестнице. Как только вы окажетесь на улице, зовите на помощь. Сообщите о случившемся взрослому и попросите вызвать пожарных. Если у вас есть телефон, немедленно наберите по телефону 101 или 112. Все понятно? Да. Ребята, будьте всегда внимательны и осторожны. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и победы. Так, ну а сейчас, ребят, последнее испытание. За один правильный ответ на мой вопрос, две фишки. Первым отвечает... Юля оказалась первой. Ну, Костя, это не важно, в принципе. Первый вопрос. Что может быть причиной пожара на кухне? Электрические приборы. Правильно, правильно, Юль. Держи свои законы, две фишки. Спасибо. Вопрос для тебя. Когда можно тушить пожар самому? Когда нету взрослых дома. Так, а еще, вот если, например, ты видишь, что уже пламя такое большущее, и что возможности, в принципе, наверное, самому справиться у тебя нет. То есть тушить можно, если пожар, огонь, и еще... Электричество. Небольшой, если огонь, да? Ну, в эту расписочку я тебе все-таки не дам. Хорошо? Ты не обидишься? Юлечка, вопрос тебе, слушай. Чем можно тушить горящую сковороду? По натенцам, которые уже мокрые и водой облиты. Правильно, Юль. Ты сказала правильно. Единственное, при этом обязательно нужно комфорту выключить. Да. Правильно? Закрыть крышу. Да, две фишки твои. Кость, ну и последний вопрос тебе. Что надо сделать в первую очередь, если на плите горит еда? Выключить комфорту и закрыть кастрюлю или сковородку крышкой. Умничка. Вот видишь, две фишки твои. Где твоя коробочка? Сюда я кладу, да? Вот, две фишки твои. Ребят, молодцы. Давайте посчитаем, сколько осталось. У Кости 4, у Юли 4 и еще 5. 9. Итого, Костиных 4 мы прибавляем к 20, это 24. А у Юли к 21 мы прибавляем... 20. 30. Нет, 29. 4, 9. 30. А у Юли 30. Ну что ж, лидирует по 2 дням, по 3 дням соревновательным Юля. Но еще есть целый день, чтобы Костя догнать. У тебя вполне это еще может получиться. Смотрите нас завтра. Встретимся в стране безопасности. Пока-пока. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...